МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Без правок, документов и очередей, пенсии, единовременные выплаты и пособия будут начислять автоматически. В Центре социальной помощи семье и детям презентовали сенсорную комнату для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Добровольцы детям в молодежном центре провели акцию для воспитанников теплого дома. Далее расскажем обо всем подробно. Пенсии, единовременные выплаты и пособия с 2022 года будут начислять без заявлений, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По-прежнему люди будут получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности родом, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде, что гораздо удобнее и проще. Не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свои силы на сбор справок, документов и ожидания в очередях. Кроме того, на заседании правительства Михаил Мишустин рассказал, что со следующего года вырастет минимальный размер оплаты труда. Напомню, с текущего года мы перешли на новый принцип его расчета. Со следующего года предлагается установить МРОД на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти 3 миллионов человек. Также в 2022 году россиянам проиндексируют страховые пенсии на 5,9%, рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. Он напомнил, что индексация страховой пенсии проводится на уровне выше годовой инфляции, которая по прогнозам Минэкономразвития составит 5,8%. Котяков уточнил, что в 2022 году среднегодовой размер пенсии по старости неработающего пенсионера составит 18 521 рубль, в 2023 – 19 477 рублей, а в 2024 – 20 469 рублей. Социальные пенсии в следующем году также проиндексируют на 7,7%. Эти виды выплат положены гражданам, у которых недостаточно трудового стажа для страховой пенсии. Также их получают инвалиды и дети-бескормильца. В Минэкономразвитии рассказали о новых тарифах ЖКХ. Макроэкономический прогноз на 2022-2023 годы предполагает индексацию тарифов в пределах 4%. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. Подчеркну, индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги остается на ранее согласованном уровне и не превысит 4%. Это напрямую предусмотрено прогнозом. Таким образом, регулируемые тарифы будут служить своего рода якорем для инфляции, сказал он. Ранее вице-премьер Марат Хуснулин заявил, что концепцию перестройки сферы ЖКХ подготовят до конца этого года, а утвердить ее планируют в первом квартале следующего. Она подразумевает выработку новых подходов к расселению аварийного жилья, решение вопроса подключения новостроек к изношенной инженерной инфраструктуре, а также повышение собираемости платежей. До 30 сентября жители атомных городов смогут проголосовать за лучший городской проект на территориях присутствия госкорпорации «Росатом». В рамках конкурса «Хэштег Росатом вместе». Проекты связаны с городским благоустройством, образованием, культурой, спортом, экологией и другими сферами. Отдать свой голос за Саров можно на сайте rosatomvmesty.atomgoroda.ru. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 14 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев проведет в Москве всероссийскую встречу с родителями с подключением из регионов. Глава Рособранадзора и специалиста ведомства ответят на вопросы об организации и проведении ЕГЭ, о всероссийских проверочных работах, международных и национальных исследованиях качества образования. Затронут и острую тему количества контрольных работ в школах, а также расскажут о новой системе аккредитации вузов и многом другом. Вопрос Анзору Музаеву можно задать на странице Рособранадзора ВКонтакте. Встреча с родителями начнется в 10 утра по московскому времени. В прямом эфире ее будут транслировать в сообществах Рособранадзора ВКонтакте и на Ютуб. Временный упрощенный порядок назначения инвалидности и оформления справок для граждан, которые пострадали на производстве, будет действовать до 1 марта 2022 года. Решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Правила предусматривают автоматическое продление ранее установленной инвалидности на следующие 6 месяцев. Кроме того, инвалидность присвоят впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы, а все необходимые документы в учреждении поступят в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия. Аналогичные нормы действуют и при оформлении справок для граждан, которые пострадали на производстве или у них есть профессиональные заболевания. В Центре социальной помощи семье и детям презентовали сенсорную комнату для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Это развивающая интерактивная среда, которая позволяет ребенку делать то, что он хочет сам и одновременно развиваться. Сенсорную комнату для детей с ОВЗ в теплом доме оборудовали на грант с конкурса «Серафимовская школа служения». Также закупили инновационные тренажеры и развивающие устройства. Опытом по реализации гранта Центр социальной помощи семье и детям поделился с коллегами из ВЫКСы, Кулебак, Арзамаса и Вознесенского района. В городе у нас для таких ребятишек не так много чего создано. И все услуги, которые предлагают частные специалисты, они дорогостоящие услуги, а в нашем центре ребенок может обслуживаться бесплатно. И у нас в этом году мы активно это оборудование осваиваем. Сенсорную комнату оборудовали всеми необходимыми устройствами и материалами. Сейчас там есть интерактивные песочницы, сухой бассейн и фибродуш-молния. Положительный эффект для детей с ОВЗ оказывают и современные развивающие тренажеры. Развивают все познавательные процессы ребенка. И память, и внимание, и восприятие, и мыслительные операции. И очень благотворное влияние оказывают на эмоционально-волевую сферу. Учат ребенка контролировать себя, процессы, которые происходят у него в организме, управлять своим телом. Учреждение реализовало грант на сумму около миллиона рублей. Напомним, что конкурс «Серафимовская школа служения» проходит при поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках развития кластера «Арзамас-Дивеева-Саров». Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Продолжается прививочная кампания против гриппа. В поликлинике номер один всех желающих прививают вакциной «Сови-грипп». Беременным женщинам предлагают привиться отечественным препаратом «Ультрикс-квадри». Он не содержит живых вирусов, не содержит консерванты. В его составе актуальные штаммы вирусов гриппа А и Б, в том числе высокопатогенного свиного гриппа АH1N1. Записаться на вакцинацию можно самостоятельно на портале пациента на официальном сайте КБ номер 50 либо по телефону колл-центра поликлиники номер один 95511. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. Медики напоминают, интервал между вакцинациями против COVID-19 и гриппа должен составлять не менее одного месяца. Интенсивный рост заболеваемости ковидом наблюдается в 36 российских регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Только за прошедшую неделю число таких субъектов выросло на 25. Это связано в том числе с сезонным увеличением заболеваемости, когда коронавирус дает рост, как и все острые респираторные вирусные инфекции. В России почти 40 миллионов человек полностью привились от коронавируса. В нашем городе прививку от COVID-19 сделали 32 263 саровчанина. За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 706 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 493 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 23 человека. Из тех, кто госпитализирован, один в тяжелом состоянии, один в легком, остальные в средней степени тяжести. В рамках осенней недели добра в молодежном центре волонтеры провели акцию «Мы одна семья». Какие игрушки научились делать на мастер-классе ребята из теплого дома и что еще приготовили для них добровольцы, расскажем в следующем репортаже. Стаканчик, коктейльные трубочки, бумага и ножницы – это все, что понадобилось ребятам, чтобы собрать подвижного клоуна. Дети сразу включились в работу. Вырезали ручки, ножки и голову будущей игрушки. Внимательно слушали организаторов и старались собрать самую красивую подделку. Я такой подделки никогда не делала, но я делала много каких-то подделок, но не таких. Подделка такая, клоун, и мне она очень понравилась. Также в рамках акции «Мир своими руками» организаторы подготовили для ребят загадки, показали мультфильм о доброте. Дети с интересом наблюдали, как герои на экране, просто подарив букет, поднимают настроение другим персонажам. Если ты будешь добрым, ты станешь в мире успешным, сильным. Если ты будешь злой, ты будешь не успевать. Ребята и взрослые поговорили о том, как важно быть отзывчивыми к окружающим. Главная цель организаторов – донести до детей, что доброе отношение к людям должно быть от чистого сердца. Всегда приятно, когда рядом с тобой находится добрый человек. Человек, к которому можно обратиться с какой-то помощью, либо просто поговорить. Человек, когда злой, он злой. В моем охоту общаться со злым человеком? Мне тоже нет. А с добрым всегда приятно. Осенняя неделя добра продолжается. Это значит, что поучаствовать в акциях и поделиться позитивными эмоциями может любой желающий. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Семь лет назад состоялась премьера спектакля православного творческого объединения «Мир. Дети Библии и Моисей». 17 сентября в Православном культурно-просветительском центре открылась выставка, на которой можно побывать внутри декораций, увидеть эскизы, куклы, фотографии и видеозапись спектакля. Подробности далее. Главные декорации спектакля «Дети Библии и Моисей» выполнены в технике папье-маше. Талант художника спектакля Натальи Мишиной позволил создать образы яркими, оригинальными и цепляющими внимания. Многие экспонаты скрывают в себе маленький секрет. Внутри них есть механизм, который приводит фигуры в действие. «Декорация – это просто отдельное произведение искусства, на которое можно даже смотреть просто отдельно. Мы даже, когда достали это и выставляли, мы не смогли себе даже представить, как у нас получилось это все сделать своими руками. Но это делала художница и режиссер спектакля, я немножко помогал». На выставке можно очутиться внутри декораций, познакомиться с эскизами, фотографиями и даже увидеть видеозапись самого спектакля. Также отдельного внимания заслуживают куклы. «Каждая кукла в спектакле – это уникальное произведение искусства. Она должна не только выглядеть красиво и правдоподобно, но и быть гибкой, пластичной, а главное – удобной в руках артиста». В этом году православное творческое объединение «Мир» отмечает 15-летие. И выставка – это одно из ряда мероприятий, которые посвящены этой дате. «Хочется какие-то итоги подвести, ну и разные формы придумываем для этого. А кроме того, спектакль не идет, и мы пока еще не готовы его восстановить на сцене, вот в ближайшее время. А очень жалко, нам его хочется вспомнить, нам очень жалко, что люди не видят вот эту красоту». Выставка представлена в помещении православного культурно-просветительского центра и продлится чуть меньше месяца. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Спасти экологию. В 1997 году Великобритания объявила 22 сентября днем без машин. Спустя 4 года Всемирный день без автомобиля прошел в 35 государствах. С 2005 года акцию начали поддерживать и российские города. Готовы ли саровчане отказаться от использования автомобиля хотя бы на один день – расскажем далее. Уровень автомобилизации в нашем городе держится на достаточно высоком – уровне 459 машин на тысячу жителей. Интересный факт. Исследователи провели опрос среди автолюбителей крупных городов и выяснили, что в среднем в сутки в автомобиле они проводят больше трех часов. А сколько времени авто забирает у саровчан? А сколько в среднем вы проводите времени за рулем автомобиля и как часто пользуетесь автомобилем? Каждый день пользуюсь. Ну, не знаю, час в день, например. На работу, с работы и за женой. Каждый день? Много, не знаю, часов по пять. Точный день. Машина – это везде. Это сначала работа, потом приходишь домой, отвез дочку, забрал дочку, еще куда-то поехал с собакой, бегу на прогулку. Есть в этом месяце особый день – 22 сентября. Именно в этот день жители многих стран мира отказываются от своих авто на 24 часа и пользуются альтернативными средствами передвижения по городу. Во многих городах уже нашей страны власти поддерживают эту акцию и устраивают, например, скидки на общественный транспорт. Интересно, а популярна ли акция в нашем городе? А как думаете, она полезна для экологии? И смогли бы вы на целые сутки отказаться от автомобиля? Смогла бы, в принципе. Полезна, конечно же. Я при всем желании смогу, потому что работаю. А так, да, почему нет? Можно на денек отказаться, пробок поменьше будет. Ну, не знаю, навряд ли, потому что автомобили очень много времени экономят порой, чтобы добраться куда-то. Поэтому, не знаю, подумал бы, откажусь или нет. Одни называют символический флешмоб фарсом и чудачеством, другие, наоборот, стремятся внести свой вклад в защиту экологии. Но акция «День без автомобиля» с каждым годом находит все больше сторонников по всему миру. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!